Люсь, я начинаю съемку. Добрый день. Привет, ребят. Это Юля, это Люся, это мои соседки. Мы сейчас находимся в гостях у Люси. И мы хотим приготовить хачапурик. Вернее, мы проводим тест. Есть несколько видов различного веганского сыра, который плавится. И мы хотим узнать, выяснить, какие из этих сыров плавятся лучше всего, готовятся лучше всего и какие больше всего нам понравятся. Нас здесь не трое, нас здесь шестеро. Давайте представлю остальных участников эксперимента. Настя. Ну, с кого? Ну, давай с Ивановича начнем. Вань, привет. Здравствуйте. Ну, теперь с тебя. Здрасте. Привет. Вот Полина умеет, вот дай пять. Понадобиться. Мы сейчас запечем хачапури с этими веганскими сырами. Посмотрим, какие из них плавятся лучше, какие из них вкуснее. Продегустируем и вам все это покажем. Все. Да? Да, да. Лежит по поясу там, под столом, а ноги вот здесь на полигушке. Типа меня никто не видит. Вот этот засранчик. Представим марки. Это у нас Виолайф греческого производства. Здесь всем известны Волка-Молка. Сыр веганский для пиццы плавящейся. И сыр от компании для вега. То есть, типа, пицца с травами. Все они имеют обозначение веган, то есть, веганские, постные. Но только два из них имеют официальную сертификацию. То есть, вот, вега не имеет такой сертификации, типа, официально, то есть, веганский. Вот такие значки обозначают, что продукт веганский. Именно продукт. Не обязательно, что вся компания. Но, насколько мы и знаем, что и Виолайф, и Волка-Молка, это веганские компании. А вега нет. То есть, они делают и вегетарианские какие-то. Так что, не факт, что там, давайте поверим, типа, веганский. Сыр натираем и в разные тарелки, чтобы не перепутать, на мелкой терке, чтобы он точно расплавился. Дальше будем готовить качапури. Сыр вега. Ну, он очень мягкий. Видимо, потому что лежал не в холодильнике, да? Ну, смотри, какой он. И не знаю, с чем это связано. Но, на самом деле, не первый раз уже. Может, его покрошить просто? Давайте все-таки натрем до чистоты эксперимента, как и все остальные. На тоненькой, чтобы 100% он растаял. Мы не знаем, но он просто, вот видите, расползается. Вот как есть. Мы ничего специально не делаем. Расплавил. Расплавил, говорю, в смысле, натер. Но это, по факту, уже расплавилось в руках у меня. Скорее всего, он расплавится. Скорее всего, он расплавится, как правильно заметил Иваныч. Покажи Иваныча. Такой оператор, который поворачивается всем и делом. Плавай с картинкой. Держи двумя руками, не тряси так хорошо. Открываем волком-олком. Видишь ты? Упал. Так, здесь плотная, твердая консистенция. Но здесь вот ничего не расплавилось. По крайней мере, на данный момент. Натирается легко. Ну, да, и я, в принципе, знаком с этим сыром. Все. По-моему, классно. Пахнет вкусно очень. Ну, конечно, ножниц-то у нас нет. Ну, он открывается здесь сбоку, ребят, здесь специально. Просто у меня скользкие руки от другого сыра. Чего вы папку учите? Вот видите, открываем сыр Виолайф. Такая самая продвинутая упаковка из всех. Мне кажется, он самый твердый. Он самый твердый, самый, не знаю, какой-то. Он, да, самый твердый. Видите? Похоже на галады. Да. Натираем его. Тоже натирается довольно-таки легко. Последний. Последний похож на сыр больше всего. Но он прям такой же, вот видишь, как структура. Все, он не развалился. И это как будто немножко развалился. Это вообще каша. На предварительном забеге лидирует сыр Виолайф, потому что у него структура более плотная. И, не знаю, по цвету он больше подходит. Смотрите сами. То есть мы не будем уж окончательный вердикт выносить. Смотрите сами. Это волка-молка. Здесь у нас в крошку просто сыр Вега. Да. И вот посерединке Виолайф. Все. Сейчас сделаем, сформируем хачапури. И закатаем в эти хачапури этот сыр. Будем выпекать. Итак, вымешиваем тесто. Заранее подготовленное, дрожжевое, классическое. Для приготовления хачапури. Есть полный рецепт приготовления теста из самих хачапури. Ссылка будет в описании к видео. Так, берем приблизительно 100 грамм. Это много. Вот так. И раскатываем шарик. Так. Возьмем скалочку. И раскатаем тесто. Мы сделаем 3 хачапури. Соответственно, в каждом будет свой собственный сыр. И сыр мы закатаем как в бортике, так и в середину лодочки. Вместе с начинкой заранее подготовленной грибной. Грибы тушеные в слипках с луком. Все должно быть очень вкусно. Посмотрим, как сыр расплавится вместе с начинкой. Как расплавится в бортиках. Давайте теперь мы закатаем волка-молка. Вот то, что поближе. Давайте. Попробуем. Так вот. Так. Красиво? Смотри. Раз. С легкостью. Ишь ты. Хачапури. И с этой стороны. Так. Мы вот так вот закатываем их. И вот то, что осталось посередине, это место для начинки. Итак, здесь грибы тушеные с луком в сливках. Смотрите, прямо сюда выкладываем их. Так. Надо бачка потолще сделать. Не понял, какие бачка потолще. Пошире. Чтобы грибов побольше. Ишь ты. А внутри сыр. А еще поднимется. Ой. Ух ты. Поднимется. Поднимется. Мы все-таки как на сон. Кнуська-то, а? Да. Как что скажешь? Так. Еще мы и подумали, что надо бы немножечко, наверное, немножечко вот это вот все перемешать. Потому что непонятно, да. В общем, мы всю начинку вместе с сыром немножко перемешаем. Потому как мне кажется, веганский сыр, он любит влагу, когда должен плавиться. То есть, если он будет слишком сухой, то есть, будет активная жароподача, так сказать. Я не знаю, существует такой термин или нет. Он может просто засохнуть и не расплавиться. А если его с начиночкой перемешать, то все будет вкусно. Люсяк, а так теперь разошлось. О, да, 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 другое дело. Лишь ты. Да. Те, у кого толстые бачка, любят толстые хачапульки. Ну-ка. Красиво получается. Ну, замечательно. Больше сыром, да, я сейчас все вверху бахну. Юля, это вообще фанат. А ты, а вот этот, вот этот? Это разные три штуки будут. Вот этот вот. В целях экспериментов же. Вот, вот. Хорошо? Отлично. Сыра много не бывает, я так скажу. Все, это должен быть идеальный хачапуль. Да. А ты будешь смазывать вот края чем-то? Нет. Я смазывала сладким чаем, когда делала. Сладким чаем, да. Сладким чаем, да. Но, честно говоря, я читала про настоящие грузинские хачапури, и они ничем не смазывают. Они такие немножко подсохшие края, наоборот. Когда их смазывают там яйцом, еще чем-то, это уже получается не настоящий хачапуль. Мы готовим настоящие веганские хачапури. Ничем не смазываем. Просто пока отставим на противень этот хачапури в сторонку, он еще успеет чуть-чуть подняться, пока мы приготовим все остальные. А это у нас сыр мы выкладываем вегу. Видно, да, по нему? Вот он вот так вот формируется. Очень мягкий сыр сам по себе. То есть, есть вероятность, что он расплавится лучше всего. Вот есть такая вероятность. Посмотрим. Также закатываем бортики. Но будет ли он тянуть? Ну, я вообще не уверен, что будет тянуться какой-либо из этих сыров. Вот этот будет тянуться. Не знаю, посмотрим. Здесь только можем догадываться пока. Все ставят на VioLive, но это не точно. Чтобы не было сомнений, что кто-то мне из этих сыров заплатил, это точно не реклама. А вот вам настоящая реклама тех, кто мне платит за нее. Смотрите. Выбирать привычное? Естественно. Готовить необычное? Естественно. Быть совершенно разными и выбирать не молоко. Естественно, не молоко. Смотри, а расход? Нужно еще сыра. И может быть, я меньше его натек? Мы же не взвешивали? Не взвешивали. Не взвешивали. Можем еще на телевизор? Не, я думаю, достаточно. Нет? Без сыра получится. Ладно, ладно. Сейчас еще добавим сюда сыра Vigo. Натрем. Все считают, что его недостаточно здесь много. Но по факту это почти полпачки уже ушло. Ну, его можно не натирать. Смотрите. Вот так просто положить. Да, нужно вылепить его. То есть, он при комнатной температуре, он сам по себе плавится. Тут нет сомнения, что он расплавится в духовке вообще никакого. Мне кажется, это из-за масла кокосовое. Они все с кокосовым маслом. Все, да. Наверное, где-то больше каких-то вот этих импортимизаторов или что-то там. Да, да, да. А этот похож на сыр, который добавляют в качапури как раз. Кватер, да? Да. Ну, как он называется? Сулугуни. Типа сулугуни, адыгейский. Он же крошится. Вот это, наверное, по консистенции близко. Ну, да. Посмотрим. Ну, то есть, смотрите, здесь вот ничего не перемешивается. Просто как пюрешки навалили сверху. Тут нет вариантов никаких. Итак, этот готов. Осталось замешать Виолайф. И она дается мне. Так. Перекладываем. Типа ему спокойно. Он понимает, что нужно отвлекать от него беспокойность. Так. На внешний вид всем кажется, что это вот прям фаворит какой-то. Больше похож на сыр из молока приготовленный. Вот. Мы посмотрим. И он такой более рассыпчатый. Видите, он. Он похож на какой-то пармезан? Нет, пармезан более твердый, конечно. Он обычный хороший сыр. Так. Ну, мы все узнаем. Все будет только в конце понятно уже, да. Что на самом деле расплавилось, как тянется, как по вкусу. Пока можем только догадываться. Не, ну просто сыр, он же бывает консистенция. Обычный сыр, да, не веганский. Если брать сыры, сравнивать, то он бывает, если брать, например, домашний, адыгейский, брынза. Он консистенции вот как раз вот такой вот, из которой, да, можно лепить кашу, ну, крошить. А этот можно натирать, и он получается вот. Вот этот как раз больше на классический похож. Но в хачапури-то, по сути, идет вот такой вот консистенции, которая крошится. Мы сегодня сравниваем не идеально для хачапури, а мы сравниваем сыры именно на их плавкость. Как они будут плавиться, как они будут тянуться. Ну, и мы, каждый для себя решит по вкусу, потому что на самом деле это все вкусовщина. Конечно. То есть, кому-то нравится такой, кому-то другой. Нам интересно, как они будут в приготовлении еды. Смотрите, здесь Виолайф тоже, как и прежде, как и остальные, вот так вот с начинкой перемешаю, чтобы тоже там у него достаточно влаги хватало. Да, и сверху еще насыпем, чтобы это было какое-то сырное безумие, всем нравилось. Все, готово. Перетаскиваю к остальным. Понятно, что по форме они все разные. Я не мастер лепить одинаковые хачапури. Все, все три хачапури готовы. Здесь у нас Волка-Молка, Вега и Виолайф. Нет смысла их различать. Просто вот как-то помечать, что они разные. По ним и так все видно. Первый, второй, третий. Сейчас запекаем их при температуре 220 градусов, порядка 7-8 минут. Смотрим сверху, как будет по готовности и дальше будем пробовать. Подрумянились. Все готово. И что мы здесь видим? Степень расплавленности. Насколько можно судить, самый расплавленный оказался посерединке. Это у нас Вега. Но здесь же также видно, что в нем очень много жидкости. Прям куча масла из него вытекла. Мы дадим хачапури остыть 2 минуты, потому что их нельзя касаться, вообще невозможно. Здесь просто сразу по первому впечатлению тоже все хорошо расплавилось. Это у нас сыр Виолайф. И волка-молка здесь есть вот сверху. Тоже расплавилось все, но вот такие вот подсохшие эти, как сказать, я не знаю, ошметки сыра. Вот они чуть подсохли, да? Чуть поджарились. Давайте минуту дадим остыть и дальше будем пробовать. Давайте начнем с одного. Давайте начнем с волка-молка. Отламывай. Можешь разломить его пополам, как угодно. Нет, давайте. Ой, он еще очень горячий. Очень. Так. Ну вот да, здесь сыр, конечно, вот получил. А, ну он здесь тоже был, да? В бортах, смотри, в бортах он расплавился полностью, да? Может, значит, его там нет, да? Ну-ка, а если так показать? Ну да, ну сделай. Смотри, в бортах полностью. Он не вывалился у нас. Оп, как было. Идем на лошадь. Знаете ли, не пропьешь сноровочку-то. Все. Давайте предлагаю отломить по бортику. Смотрите, в бортике видно, что он расплавился. Давайте попробую его раскрыть. Видишь? Горячий. Полностью расплавился сыр. Обалденно. Тесто все пропеклось. Тесто пропеклось. Начиночка. Давайте по начинке скажем. Смотрите, на самом деле, вот так вот если сделать, как это обычно делается, сыр расплавился. Он расплавился. Где-то есть чуть-чуть небольшие вот подсохшие кусочки. Ну, а по факту он весь как бы. Он разошелся, да? Да. Разошелся. То есть он расплавился. А? И это вкусно. А чего вы стоите? Налетайте. Очень грибно. Люся, какие комментарии по поводу этого сыра? Ну, я его особо здесь не ощущаю. Сам сыр? Он как бы есть, да, но его нет. То есть вкус основной это все равно грибы. Грибы очень сильно это перебивают. Да, перебивают. Поэтому сыра здесь нет. Такого не ощущаю. Но то, что он, казалось нам, что он будет жесткий. Нет, он не жесткий. Он разошелся, его нету. Сам сыр по себе расплавился. Ну, а в бортиках он не чувствуется, по-твоему? Слушай, ты взяла на самом деле самый уголок. Отломи вот сейчас весь серединку. Извините. Бортик съешь. То есть он прямо сплющился у тебя? Ну, вот, да. Здесь он есть. Сыр прям видел. Чтобы не собрать, а то скажут, с помощью ее взяты. Пробуй. Я вообще-то Марфину волосинку снимала. Чувствуется? Чувствуется. Теперь, да? А тебе, Полина? Или все, что ты хочешь сказать еще? Ну, сыр вообще очень классно расплавился. А Юля, Юля, ты ела? Я не откусила, только мне очень понравилось. Ну, я бы сам ела. Да, очень вот этот. Ну, давайте послушаем Юлю. Юля. Сыр чувствуется. Чувствуется? Конечно, грибной вкус больше, но чувствуется сырное, я не знаю, что это, пикантность, что ли, да? Ну, тесто, да, вкусное. Ну, то есть, вот сыр, который расплавился в тесте, внутри, там, он чувствуется, и он тебе вкусным кажется. Ну, да. Что делать надо? Отламывай. Не горячая, жутко? Жутко горячая, конечно. Ну, так получится. Для моей получки, да. Так. Сурино, молодец, да? Покажи, в камеру покажи, что из этого получилось. Как-то видно борта расплавилось, все. Да, вроде да. Ну, теперь пробуй. И рассказывай нам. Здесь у меня один сыр, даже грибов нет. Вот. Вот, можно я макну, не дожидаясь? Вот, смотрите. Вкусно? Да. Мм? Мне кажется, по консистенции этот сыр выигрывает намного. Вот, вот, в него макать можно. И он здесь присутствует. Здесь вот его нет, если сравнивать. Может, мы туда больше положим? Он прям жидкий. Так, давайте вот именно консистенцию. Ну-ка. Консистенция прям жидкая такая, вот, как реально плавленый сыр. Вообще, я не знаю, это очень вкусно. Вкусно? Угу. Мне нравится это больше, гораздо. Это сыр вега. Да. И даже, несмотря на то, что все равно грибов много, да, но этот сыр свою какую-то дает консистенцию кремовую. Куда можно макать, макать. Ну, мне кажется, в хачапури это самое главное. Да. Куда именно можно макать, вот именно эту булку. Ну, там же еще травы какие-то добавлены, очень чувствуется. Но это сыр изначально для пиццы предполагался. Ну, да, он с приправками. Как плавящийся. Ну, мне он нравится гораздо больше. Давайте, во-первых, посмотрим, что в бортах, да? Там все, естественно, расплавилось, все выглядит достойно. Как и должно было быть? Ну, это вкусно. Это обалденно вкусно. Консистенция шикарная. Это очень мягкое. То есть, сыр не чувствуется как такового, потому что он превратился как в соус, да. То есть, он абсолютно исчез по консистенции. Ну, вот здесь скорее он совсем исчез. Да. И здесь он присутствует. Да. Короче, мне это очень нравится. И это очень вкусно. И мы пока... И сочно. И сочно. Но даже по виду было понятно, что это гораздо жирнее. То есть, вот в этом вега 100% гораздо больше используется какого-то масла или чего-то такого. Прям этот жир, он прям там кипел. Ну, по факту, по вкусу, не про полезность мы сегодня абсолютно. Вообще нет. Просто плавилось и вкуснее. Так получается. Давайте пробовать Виолайф, пока совсем не остыло. Давайте, кто взломал. Кто теперь первый? Давайте пробовать Виолайф. Здесь мы прямо... Давайте вот тут надломаем бортик, чтобы было видно. Виолайф. О, ты вы видели, да? Да. Смотри, как он тянется. Вот. И вам нужно мешать середине. Ай, ты глянь. Слушайте. Это же красота. Это все костюмная лошадка. Вань, ты покажи. Смотри, как он тянется. А мы не зря на него ставили. Ай. Он тянется. И тянется что надо. Ну, а давайте мы это попробуем. Вдруг это какая-нибудь... Давай-ка. Чушь. Ерунда какая-то. Нет. Это очень вкусно. Он прям к небу лепнет. И он даже там во рту тянется, знаешь. Ммм. Я предлагаю... Мне не верить на слово. Давайте, ломайте, ешьте. Будем обсуждать. Ох, Юль. Голодная штука. Нормально. Больше прийти, прийти зато. Ну, что ты скажешь. О, смотри. Угу. Хороший. Покажи. Сейчас, Ваня, подожди. Давай. Он тянется, да, вытекает прям. Не знаю, ложечка-то пробую. Он прям напрашивается смешать вот эти два сыра. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, красота. Смотри, какая тянучая. Здесь просто приправы дают свой какой-то плюс. Этот вкус мощнее. Может быть, да. Еще раз давайте теперь называть именами, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Что мощнее. У нас есть Вега посередине. Волка-молка ближе к вам, девочки. И Виолайф самое последнее, то, что мы пробуем. О чем говорим? О Вега. О Вега тут реально очень мощный вкус. Этот не такой насыщенный. Это стопроцентный фаворит в плане вкуса и консистенции кремовой, куда можно макать. Но это более сырный. Вега. Вега, да. Виолайф. Виолайф, если рассматривать его как сыр, например, для той же самой пиццы, он будет идеальный, да? Он классный. Он классный, да. Он более сырный. А здесь, мне кажется, он очень классно тянется. Выглядит. Нет, тянется, да. И выглядит, но вкусный вкус. Не такой насыщенный. Нет, не надо. Но это все равно очень вкусно. Короче говоря, вот этот товарищ Волка с Волкой, с Мишкой. Волка-Волка. Вот эти друзья, которые сделали этот сыр, они молодцы, потому что они сделали веганский сыр. Но для хачапури он не очень-то и подходит, на мой взгляд. И для пиццы тоже, да. Хотя он как для пиццы позиционируется. Да. Может быть, если шапку ему натереть, он просто почти исчез. Его нету. А здесь он везде присутствует. Здесь он в более такой соусной текстуре. Здесь он как такой прям тянущийся сыр-сыр, да. А здесь как бы нет ничего. Ну, мы решили, что если смешать два сыра, вега и веолайф, то будет вообще идеальный хачапури. Просто вот если я здесь бутик сделать из двух хачапури, и так есть, то это будет вообще идеально и по вкусу, и по консистенции. Сыр вега, он очень крутой для хачапури. Прям вообще идеально подходит, если его перемешать сейчас с каким-то другим сыром. Но если его куда-то в другие блюда добавлять, то он будет отстойным. Потому что он очень жирный, и у него консистенция не сырная. Рыхлая. Рыхлая, да, рыхлая. Но она как бы для хачапури прям... По фактам. Плюс по фактам, реально. Вот он, если сюда расплавить, если надо что-то заплавить и залить чем-то таким жиром, то вега, ладно. Ну, а в остальном, ну нет. В остальном вот этот вот best of the best. Веолайф мы считаем. Да, он пока вообще ни с кем никому... Знаете, как это ужасно выглядит развлекательное? Мы сейчас все это доедим. А здесь где сыр? Он расплавился, девочки, но ты бортик, да, курь. А плавленый сыр где, хорошо? Нет, это, знаете, это квест найди сыр. В смысле? Он испарился! Давайте будем честны, мы когда начали ломать, он вывалился вот сюда. Мы его потом закинули обратно, а дальше он исчез. Помнишь, начинка выпала? Ну, давайте будем... Ну, не знаю. Ну, бортик-то он есть. Не хотите, отдайте мне. Ты положил же в тену. Настя, помадка. А, дайте, Настя. Он там суховатый. Давай, работает там. Он не такой какой-то. Да. Работает. Может, он меньше положил? Булка. Здесь он, наверное, продавался, тянулся, а там он не тянулся. Если в условии ты что меньше одинаково положил, то это реально испарился практически. Видишь, эти хоть на поверхности остались? Да, 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 они хотя бы есть. Во-первых, я не взвешивал, сколько куда я положил сыра. Это факт. Это было просто на глаз. Но примерно одинаково старался. Если я сделал что-то неправильно, ну, за мной косяк. В любом случае, выбирать вам. Пишите в комментариях, какой вам сыр больше нравится. Ну, тем и пользуйтесь. Мы то, что нравится нам будем есть мы. А вы есть то, что вам нравится. Согласны? Да. Ну, все, ништяк. Поговорились. Сырный вкус присутствует. Но самого сыра, в принципе, не осталось. О чем ты говоришь? Он не тянется. Ты про что говоришь? Про какой сыр? Про волка-волка. Волка-молка. Молка-молка. Молка-волка. Молка-волка. Волка-волка. Короче говоря, сыр волка-молка. Волка-волка. У него есть сырный вкус, но он не остался, в принципе, визуально. Он не тянется, естественно. И, ну, как бы, ну, суховато. Суховато, но сырный вкус есть. Это все. Ну, просто волка-молка именно реально сырный вкус. Ну, типа, просто сырный вкус. Самый сырный из всех сыров, которые здесь были. Все остальные, они так... Они похожи, но они не прям так сильно похожи на сыр, как именно волка-молка. Короче, я хочу сказать вот что. Мне было вкусно абсолютно все три вида. Но, насколько... Так как мы устраиваем здесь прям вот разбор полетов. И, да, прям батл прям вот до мельчайших подробностей. Я абсолютно согласен со всеми, кто высказался. Потому что самый мощный вкус, вот именно по вкусу, по консистенции, это был вега. Хотя изначально он такой был маслянистый, изначально он был развалился. Но никто не сомневался, что он расплавится, если честно. Виолайф самый тянущийся. Прям вот реально похож на как бы традиционный сыр. С волка-молка мы начинали. И казалось, что и так все хорошо. Но оказалось, что есть и поинтереснее. В плане приготовления с сыром. В смысле, именно с запекания с сыром, чтобы плавилось. Поэтому я согласен. Первое место, что отдаем? Вега? Еще бы они на самом деле были, прям вот по-настоящему этичные. И туда никуда фигню не пихали. Но утверждают, что веган. Именно насчет сыра я бы виолайф. Виолайф все-таки? Нет, здесь просто какая-то масса с зеленью. Он еще подъедовался такой даже. А это именно как сыр лучше виолайф. Мы же хачапури рассматриваем, а не сыр. Нет, нет, подождите. Мы рассматриваем не хачапури, мы рассматриваем сыр. О том, о его вкусовых свойствах и плавящихся. Так что давайте выбирать. Давайте, давайте, вот честно. Прям онлайн голосуем большинством. Кто? Кто? Нет, а надо выбрать. Кто голосует за волка-молка? Понятно? Так, есть у нас. Настя выбирает волка-молка. Ей понравилось больше всего. Название. Не название, но ей понравилось больше всего. Мы учитываем голоса всех. Так, подумайте теперь внимательно. Кто голосует за Вега? У нас два голоса. Кто за виолайф? Все два голоса. Я тоже туда. Три, три, четыре. Ну, короче, большинством, ну, двояко, мы выбираем все-таки виолайф. Да? Ну, смотря за чего. Нет, не согласны. Нет, не согласны. На вкус и цвет, товарищи, нет. Вы можете делать свой собственный сервис. У меня, кстати, есть несколько рецептов на канале. Ссылка в описании. Так что всем спасибо. Пока. Прошло время. И вот то, что мы нахваливали, больше всего лежит почему-то. Больше всего съедено волка-молк. Это все, Настя. Ну, и немножко виолайф. Ну, а в чем дело? Мы наелись. Да, но почему-то мы наелись волка-молка, который не так хвалили. Ладно. Бог вам, судья. Да, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок.